Внутри твольких следов для отраснованья, Но поверни, но поверни следы обратно Сквозь чужие следы, сквозь расстояния По собственным снизам, по собственным следам. Поэзия шестидесятников – отдельный пласт литературного наследия нашей страны. Уникальные авторы творили в содружестве. В стихах они отразили и собственные судьбы, истории любви и творческих сражений. Так писали Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. В стихах они, как пулы, унышка. Наверие, наверие, наверие. Ни один минус, даже хорошо сведенный от мастериона, ни один эстрадный ансамбль не способен передать вот то богатство красок, вот ту удивительную, труднообъяснимую силу искусства, которую вложил композитор в свою песню. Все-таки эстрада XX века, большая часть ее, она звучала и должна звучать сейчас в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Роскошный дуэт с дирижером, вырепетировали. Послушайте, ваш лузин. Это все ваш лузин. Концерт действительно вызвал горячие овации у собравшейся публики. Я много гастролирую по России, я работаю с разными оркестрами, с разными дирижерами. Везде очень хороший, сильный профессиональный уровень, но такого темперамента, такого артистизма и какой-то неукротимой энергии я ни у кого больше не встречал. Екатерина Рождественская, автор программы «Шестидесятники». Концерт прошел в рамках фестиваля имени Роберта Ивановича. Бывает в полдень хрупкий, мне злость моя нужна. Но это все признаки того, что человек писал не умом, не расчетом, не желанием прославиться, получить какую-то премию ЦК КПСС. Он просто любил. Лучшие стихи о жизни рождаются в среде поэтов-друзей. Программу, посвященную творчеству «Шестидесятников», на сцене филармонии играли впервые. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком.